Привет, с вами Торо, вы на канале Ниссан Рейс и сегодня у нас будет крайне маленький стрим, я не знаю, час-полтора наверное, потому что что-то не то с давлением и с самого утра башка трещит, таблетки не то чтобы помогают, кофе в меня больше уже не лезет, поэтому как его еще можно поднять, я вообще хоза, поэтому сегодня немножко потрогаем квас дракона, мы его точно сегодня не закрываем, это прям гарантированно, но хотя бы начнем, чтобы были какие-то задатки, квас дракоши еще и не особо длинный, но уже хорошо, короче прилетела же нам смола, 10 смолы и да, я занялся полезным делом, вот моя фусюанька теперь выглядит вот так, ну среды потихоньку качаются, сначала ешка само собой, вот это вот типа криты я и пока не особо собираюсь качать, наверное вот эти три мы первым делом качаем, и она должна быть уже в принципе играбельной, вот она и так уже играбельна, но у нее проблема в том, что это хлам, вот это вот все прям хлам, хлам, хлам и потом ее нужно будет капитально пересобирать, но рандомить нужно я думаю после того, как уже что-то стопроцентное закроется, например вот среды, по круткам из-за того, что там промокодики, все дела, уже есть 8 круток, казалось бы совсем недавно выпала фусюань, а вот уже, уже как бы есть, видел что во второй половине 1.4, конечно, до меня заинтриговала бездна, бездна виртуалка, опять какая-то бесконечная виртуалка, а потом из интересного покемоны, я не знаю как это еще назвать, ну и само собой сюжет и квест дзинлю, но ради этого стоит ждать обнову, и плюс обнова будет короче, она будет 5 недель вместо 6, и следовательно 1.5 выйдет пораньше. а вот, а мы поехали, пожалуй, трогать дракончика, так, а где, вот, возвращение дракона, погнали. надеюсь, квест будет интересным, да и баннеров больше и обнова короче, именно поэтому, именно поэтому, ныри, нам накидывают гемов, нам уже, почему короче обнова, больше контента нужно людям, а почему чатик умер на экране, такого быть не должно, ему что-то плохо, возможно, нас хотят забросать новым, там все на экране просто умерло, боже, что происходит, короче, как бы, возможно, там в 1.5 новый регион уже, как бы, пора бы уже, наверное, потому что здесь-то все закрыто, да вот, что, что, что там с чатом на экране, еще-то и пупсом плохо, ну, пупсом часто бывает плохо, а не на то и пупсы, а, что с чатом, ну, обычно оно, как бы, со временем фиксится, я надеюсь, что фиксики, так, подождите, а может быть проблема, да нет, не в этом, короче, фиксики придут, потом пофиксят, когда-нибудь. Я передала информацию о визите, господин Дэньхэн, у вас остались вопросы? Все, что было нужно, мне уже известно, спасибо, госпожа Хуанси. Не называйте меня госпожой, я всего лишь одна из служанок госпожи Байлу, однако, возьму на себя смелость обратиться к вам с просьбой. Ага. Ну, Нэри, хотя бы в... Слушаю, хотя бы в Хосерии есть какой-никакой эндгейм, я, допустим, все еще в Роя сижу, да так, и пупсом плохо, и всему плохо. Так, а если мы попробуем починить чат, давайте я сейчас попробую, главное его не сломать. Так. Ох, так работает. А если мы сделаем вот так, оно перестанет работать, да? Вот же мышь. Короче, оно починится само, наверное. У тебя, все, что мы получаем в Геншине, это бездну. Иногда. Это здесь, вон, я до сих пор еще тыкаю спокойненько себе Рой. Феликс, привет. Но сначала... А это кто? А... Смотрите, пупсы ожили. Может быть, сейчас скоро починится. Нет, пупсом опять плохо. Химия моя близкая подруга. Она здесь в качестве свидетеля. Ей можно доверять точно так же, как мне. Так, а что за просьба? Гок, привет. Мочи тоже приветик. Надеюсь, вы все-таки не станете беспокоить госпожу Байлоу. Да, боже, почему оно такое поломанное? Я не могу, он у меня отвлекает. Так, чат. Тука. Ты где? Так, это не то, это не то. Это не то. Где вообще чат у меня? О, боже, ты мой. Подождите, а где чат? Я чат не вижу. А, вот чат, ну-ка. А если мы с ними сделаем вот так? Потом вот так. А затем вот так. Ноль реакции. Ладно, хорошо. И дискорду плохо, и всему плохо вообще. И ОБСу плохо. И я не знаю, что за день сегодня. Так, неужели служанка Верховной и Старейшины будет самовольно отваживать гостей? Госпожа Байлу, невинный, доверчиво. Я обязана позаботиться о ней. Именно для этого нужны слуги. Да, только ты забыл упомянуть, Уэнси, насколько она хитрая мышь, Байлу. А как я сегодня хреново? Надеюсь, вы прислушаетесь ко мне. Я ведь не просто так об этом прошу. Возможно, вам следует знать. Госпожа Байлу стала Верховной Старейшиной вопреки установленным правилам. И не по собственной воле. Это была вынужденная мера из-за упрямства предыдущего Старейшины. Да не фуя она. Его своевольный и деспотичный нрав привел к тому, что порядок наследования титула Верховного Старейшины был нарушен. Ага. Угу. Теперь понятно, из-за кого Байлу. Там. Услышав известия о возвращении Даньхена, мудрейшие оказались в замешательстве. Но они все сошлись во мнении, что возможно, система наследования титула Верховного Старейшины теперь может быть восстановлена. Все возвращается на круги своя. И это радостное событие. Кстати, да, возможно, всему на экране плохо, потому что мне тоже плохо, и УБС решил меня поддержать. Неважно, будет избран новый достойный кандидат по законам в виде Адхара, или этот пост снова займете вы. Здесь все равно остается пространство для маневра. А Даньхена вы спросить не хотите? Нет. Тем не менее, если бы господин Даньхен передал все силы единолично в руки госпожи Байлу, это бы имело для всех старейшин серьезные последствия, и им не пошло бы на пользу. Госпожа. Иван, привет. Эм, так. И кто это новый достойный кандидат? Такие дела решаются мудрейшими. Я не могу сказать. Так. Там еще и экран мигает. Че такое все поломанное? Так. Возможно, следует спросить Байлу о том, чего она сама хочет, может быть. Госпожа Байлу еще слишком юна, и она пока легко поддается на манипуляции. Я боюсь, что под давлением она может согласиться принять на себя это время. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду, но мне больше нечего сказать. Что ж, тогда я вынужден откланяться. Да оно там собирается чиниться вообще или нет? Господин Танихэн, соберетесь ли вы нанести визит госпоже Байлу, или отправитесь со мной к мудрейшим? Я буду ждать вас на переправе до Чешучитого ущелья. Не успел я встретиться с Байлу, а меня уже отговаривают. но учитывая твое прошлое, неудивительно. Блин, так хватит. Так, у меня есть, короче, занятное предложение, чего мы сделаем. потому что, это серьезно, пока не играбельно, так. А, подождите, я не могу так сделать. Или могу так, подождите. Я, короче, чат с экрана сейчас уберу, потому что вот это вот все лагает. Не совсем приятно. так, подождите. А, что мы делаем? Так, и потом как-то бы... Угу. Так, чат тоже, уходи. Я его снова потерял. Где чат-то? Я же его находил. Как все сложно-то. Так, с этим разобрались. Сейчас нужно сделать небольшие манипуляции, хотел я сказать, но нет, мы же сейчас... Короче, сейчас с экраном еще что-нибудь придумаем. Так, получается, теперь это наш секрет? Нет, Март все равно узнает. Она не умеет хранить секреты. Теперь ты знаешь, что я потомок Ведиатхара, и могла видеть мою, как говорит Март, скрытую силу в чешуйчатом ущелье. Но эта сила не принадлежит мне. Она проистекает из моего прошлого воплощения, Даньфена. Он нарушил ход на следование титула Верховного Старейшина, что привело к катастрофе. За это он понес свое наказание, сбросил чешуё и вступил в цикл нового перерождения. Много уже девушек хотели видеть, как Данихэн сбрасывает свою чешую? Физиология цикличности такова, что я это совсем другая личность, и по закону грехи прошлой жизни обнуряются. Удобненько. Артекриват. На самом же деле, я с рождения был узником в доме кандалов. Пусть мне и удалось сбежать с Лофу. Враг, он же Блейб, Даньфена, следует за мной по пятам. И я не собираюсь больше бежать от прошлого, чтобы искупить вино. Хочу восстановить печать и древо Амброзии, и заодно повидаться с Верховным Старейшиной. Тогда станет ясно, что еще можно сделать. Звездный ялик готов. Пора. Так, а я сейчас попробую... Ну-ка. Так, подождите. Если мы сделаем все это дело, например, вот так... Боже, тихо-тихо-тихо-тихо. А если так? Ну, все получше. Так, подождите. Какой кринж. Но мы справимся, мы разберемся. Так. Допустим. Черт, она решила сломаться-то так не вовремя, блин. Так, это не то, это не то. О, это то. Отлично. Короче, будем считать, что я временно починил, оно все равно рано или поздно сломается. Да, смарт-квестик пройден. Так, все. Ок. Оно починилось. Я не уверен, что оно работает нормально, но починилось. сегодня прям всему плохо. И стриму, и мне, и я думаю, еще и не только мне. Еще и FPS, как будто куда-то дел... Короче, все, я сегодня смошу нафиг диндук. Давно пора было бы по-хорошему. Это называется отключил, потому что починить невозможно. типа, да. И надо же, не врут. Ты вернулся? Меня зовут Луин. Я целитель из комиссии по алхимии. Как видишь, я тоже видят Хара. Слышал, что великий грешник вернулся на Лоуфу в новом воплощении. И я поспешил к тебе навстречу, чтобы дать кое-какой совет. Ну, давай, попробуй. А сейчас же, покинь, это неспокойное место. А. Так, похоже, видят Хара тебя не слишком-то жалуют, Не удивлен. Чего комиссия по алхимии от меня хочет? Возвращайся в ряды безымянных и не мути воду в деле наследования титула Верховного Старейшины. Ведят Хара на Лоуфу пришлось сильно постараться, чтобы отмыться от грехов Даньфэна и назначить такого сострадательного и чуткого Верховного Старейшину как Байлу. Твое возвращение лишь усугубит ситуацию, лишь усугубляет ситуацию, вызывая чрезмерное волнение среди мудрейших. Ага, чуткий и сострадательный Верховный Старейшина и прожорливый еще. Я не намереваюсь подрывать положение Байлу. Твои помыслы могут быть чисты, но пока ты остаешься на Лоуфу, в дело вмешиваются невидимые силы. Уезжай. Так бы это лучше для всех. Блин, ну его тут прям ребят все любят абсолютно. Не повторяй ошибок прошлой жизни. поращай. Его любят прям все. Да. Допустим. Прошу прощения, вам в гроты комиссии по алхимии. Но мучить все равно чешем к Байлу, я прав? Или не прав? Пока не совсем видимо к Байлу. Доброго дня. Сегодня Штормита в районе лунных глубин. Что вас привело в эти края? Даже генерал будет отговаривать меня. Как его все любят-то. Какое мне дело до этого? Я поправлял здоровье в комиссии по алхимии по чутким руководствам девушки-дракона и случайно столкнулся с вами. Кто-то в это верит? Ну судя по всему вы уже успели с кем-то встретиться по пути сюда, да? А, да, с целой толпой и у каждого свое на уме. Когда речь заходит о взлетах и падениях видят Хара, всегда найдутся те, кто не применет обернуть все себе на пользу. И Даньфэн таков, и мудрейшая, да и комиссия по алхимии, что обучала девушку-дракона недалеко ушла. А, здоровье никак не сказалось на твоем чутье, генерал. Все точно подмечено. Случайные встречи это подарки судьбы. Я могу рассказать о скрытых мотивах каждого встреченного вами. Что скажете? Ну, допустим. Так, мудрейшие хотят избрать нового верховного старейшину. О, борьба между мудрейшим и верховным старейшином. Старейшина и стара как мир. Неудивительно, что настолько могущественный противник, как Даньфэн, совершенно неподвластный мудрейшим, вызывает их молчаливое негодование. Раньше мудрейшие не могли особо влиять на назначение верховного старейшина. Никто не ожидал, что Даньфэн сам выберет наследника. Но именно так и случилось. И им пришлось просто принять это как должное. Подождите, Даньфэн сам выбрал наследника? Он сам драконю выбрал? Серьезно? А теперь вернулся Даньфэн и мудрейшие узнали для себя шанс. Разве можно их за это винить? Что-то много они на себя берут. Но нам, чужакам, не пристало осуждать законы ведет Хара. Мудрейшие были вынуждены оставаться в тени, но теперь они обязательно используют этот шанс, чтобы перевернуть ситуацию. не надо лично узнавать Даньфэна. Не надо, не надо, не надо. хмм. Хмм. Блин, одна Байлу такая сидит, типа, ну, ребят, ну, меня спросите что-нибудь. Я ж как бы, ну, тут. Ах, да уж, однако. Комиссия по алхимии надеется, что верховным старейшиной останется Байлу, само собой. Они же ее растили и воспитывали. Они утверждают, что у них есть законные основания и полагают, что Байлу была избрана в качестве преемника предыдущим верховным старейшиной. У мудрейших нет полномочий инициировать переизбрание, пока девушка-дракон не допустит непростительную ошибку. Целительница-дракон наделена внешностью дракона и непостижимыми способностями к исцелению. Некоторые полагают, что это явно свидетельство ее прав в названии верховного старейшина. Тем не менее, властные мудрейшие не согласны с этим. Они столько сидели молча и могли бы как бы еще немножко посидеть дальше молча. После того, как реинкарнация Даньфена предстала перед обширными водами лунных глубин, то положение тех, кто хочет сохранить традиционное наследие верховного старейшины стало еще более шатким. Консервативно как-то. После отречения Даньфена они боролись против мудрейших за честь Байлу. Получается, они тоже потратили немало усилий. Они никогда ничего не пускают на самотек. Ок. что думает генерал? Это внутренние дела, видят Хара. Пока они не нарушают мир на лофу, они не касаются генерала облачных рыцарей. О, подождите, я кое-что придумал. Ну-ка, стойте, а если я тот чатик... Ну-ка, подождите, стой, где ты, чат? Где чат? Может, он лагать не будет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во-во-во-во-во, вот это чат. Где ты? Это ты? это ты. Так, ау, эм. Допустим. Так, 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 так. Боник. Интересно, оно будет работать или нет? Пать, оно работает! Вот чудо, я починил, оно не лагает, и теперь есть чат. Он маленький, правда, но он есть. О боже, о чудо! Хорошие мысли приходят слишком поздно. Или оно все-таки подлагивает, а в общем, непонятно. Если что, всегда можно того убрать. Так, это внутренние дела в Диадхаре. Пока они не нарушают мир на Лофу, они не касаются генерала облачных рыцарей. Но, будучи вашим другом, я хочу кое о чем напомнить. Пока Даньхэн и Байлу с их полномочиями и правами верховных старейшин оба прибывают на Лофу, и Диадхара не успокоятся, и распри продолжатся. Но, конечно, в этом нет вашей вены. Ну, как сказать. Да-да-да, вернулись вот к старому формату. Мне он не очень нравится, потому что мне потом охренеть, как сложно превьюхи попили для видосов. Вот. Уже смыркается. Вам разве не пора двигаться в сторону чешуйчатого ущелья, восстанавливать печати на древе амброзии и по пути посетить верховного старейшину. Тогда до встречи, а я пойду дальше отдыхать. А печати на древе амброзии, да как бы уже, ну, не то, чтобы и надо. Не то, чтобы. Подождите, а мне сегодня говорили по поводу бездны. но она там того. А сегодня бездна, что ли, обновилась в хср или нет или да. Марин, вы посмотрите, какая рысь кукленькая. Какая прелесть. только в понедельник обновиться. Ладно. причем забавно, что в геншине это по сути весь контент. Ну, кроме сюжета и прочего. вы вернулись, господин Даньхан. Решили что-нибудь? Ну, как бы. Ну, что мы решили, я хочу к Байлу. Сперва отправимся к мудрейшим или к госпоже Байлу. госпожа Байлу, я полагаю. Госпожа Байлу уже ждет в чешующем ущелье. Ну, так что да, к ней. Вашем упрямстве начитается Даньхан. Прошу меня извинить, но вы никуда не едете. Схреналя? Преступник, что уничтожил наши традиции, не достоин вступать на святыню и дед хара. Постойте, нахождение господина Даньхана в чешуйчатом ущелье было одобрено шестью колесничьими и мудрейшими. Он уже не тот преступник, каким был когда-то. Урал, привет. Сладко поешь? Довольно. Сейчас и посмотрим. Смыл ли ты свои грехи? А, то есть нам предлагают новые грехи взять, вот этих еще разрубить пополам. В любом случае ведет хара. Никогда не примут обратно это чудовище. У него хотя бы рожки есть. Ну, как бы. И хвост. А вы-то кто не роговни хвоста? Ну, такие себе драконы. хвост. 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 А, я уже потянулся за кофе такой, думаю. Ну, сейчас посмотрим на автобой. Ага. Посмотрели. Какие страшные противники, ребят, да? Прямо страшные, страшные противники. Какой ужас. Скоро тумали ванаганда. Так наряда, а что не быкую тогда? Давайте красиво закончим. А что тогда быкую? если нет ни хвоста, ни рангом, а все? Это и правда ты, Даньхан, ты вернулся. А, ну, сразу было непонятно, да? Спасибо, что спасли меня, господин Даньхан. Они приходили за мной. Не извини, что тебя тоже втянули. Оставаясь здесь, мы сильно рискуем. Возможно, пора выдвигаться. Как вы смотрите на то, чтобы потом отправиться к мудрейшим вместе со мной, господин Даньхан? Да куда угодно, сначала к Бейлу. Если я когда-нибудь пожелаю встретиться с мудрейшими, Хуэнси, ты узнаешь об этом первый. Понимаю. Прошу на борт ваше превосходительство. Госпожа Бейлу ожидает вас у монумента драконьего ливня. Поехали. Впереди может быть опасно. Будем предельно осторожны. Встреча двух старейшим. Звучит, ребята, интересно, вам так не кажется? ну, поехали. Туда какое-то криво нужно, да? А, в смысле, а что думать-то? Мы стандартный свой отряд берем, но только в смысле. ой, во, только Дань Хэн у нас будет пробный. Погнали. Эх, как долго. Я жду вас уже целую вечность. Уважайте, старейшины. Смотрите, какая прелесть. Ну, это, это, нас встречалось. Нам встречалось немало желающих поболтать с Дань Хэном. Очень немало. Приветик ими. Давно не виделись. А ты еще пришла? А что бы, нет. А, не дают. Есть только этот. Госпожа, мы столкнулись с наемниками по дороге сюда. Наемники, вы в порядке? Травны не получили? Не, не, только лечить нас не надо. К счастью, они оба умелые бойцы, поэтому все обошлось. Те люди пытались убить господина Дань Хэна. По всей видимости, чтобы сохранить законные основания для вас, госпожа, на посту верховного старейшины. не хочу я быть верховным этим вашим старейшиной. А я-то каким боком? А я уже говорила, кто хочет быть верховным старейшиной, тот пусть и будет. Я не дорожу этим званием. хэна. Ну вот. А вот. Меня зовут Дань Хэн. Для меня большая честь встретиться с вами. госпожа Байлу, ты Дань Хэн? Слышала историю о том, как ты развел древние воды в чешучном ущелье. Ни один наемник не сможет сразить кого-то настолько могущественного. Она его еще так осмотрела, типа, мгм. Ага. Госпожа Байлу, прошу вас, не говорите так. Ну, цуга на нее еще надави, попробуй. Ну-ка, поглядим. Ага. На голове тоже есть драконьи рожки. Говорят, что ты инкарнация Дани Фэна. Получается, не врут? Ну, ты не похож на меня. Где твой фост? На нее еще попробуй надави. А все. А хвоста нет, получается, ну, как бы, не полноценно, мы старейшина. А хвоста то нет. Бля. Это, это, это его даже задело. Она, она реально троллит. Типа, такая, актихвост. Старейшина. А если я позволю тебе стать верховным старейшиной? Ты отрастишь хвост? Так на кого там, на кого там Цуга давят? По-моему, Даня, давят здесь только на Дани Хэна. бедолагу. У него хвостика нет, он и так, наверное, комплексует по этому поводу постоянно. Насчет наследования титула Верховного Старешина. Я не намерен в этом участвовать. Я здесь, чтобы восстановить печать древо Амброзии. обязанность всех ведет Харо. Ведет Харо здесь, на лофу. Ну, как бы, в ФК анимации у него-то хвостик отрастает. Голографический. Серьезно? Тогда ты зря пришел. Все, что я успела изучить после моего перерождения, это пара лекарских приемчиков комиссии по алхимии. Я не умею чинить никакие печати или разделять моря, как ты. Тогда позвольте мне воспользоваться этой возможностью и поговорить с вами о прошлом, госпожа Бэйлоу. Но я знаю, в какой ситуации вы оказались. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Хуму-хуму. Ты не похож на остальных взрослых. Говоришь, что думаешь, и тебе хочется верить. А мне пойти с тобой в чешуйчатые ущелья? Ага. Дворенцуба и правда. Тогда в путь. Чего? Но госпожа Бэйлоу. Венти, можешь, пожалуйста, подождать меня тут. Но я постараюсь вернуться как можно скорее. А они со мной присмотрят. Не переживай. Это, наверное, самый позитивный старейшина вообще, которого видел Хара когда-либо видели. Прямо самый-самый позитивный старейшина. Вот это вид! Это и есть внутри в амброзии. Не, ну как бы красиво. А у Даньхена хвоста нет. Да, создание печати и использование силы дракона, чтобы сдерживать распространение корней. Важная задача, возложенная на верховного старейшину Лофу. Впервые слышу об этом. Впервые слышу обо всем, что ты только что сказал. Похоже, мудрейшие давно в курсе, что я не горжусь для этого титула. Но тогда я не понимаю, почему Даньфен выбрал именно меня. Я прибыл в чешучатое ущелье, как раз для того, чтобы это выяснить. Так, ну ты его дочь? А, все сходится, как по мне. Байлу, дочь Даньфена. Среди всех веди Адхара верховная старейшина ближе всех к Иону постоянства. В исторических записях сказано, что наследование титула верховного старейшины включает выполнение секретного ритуала, известного как арканум трансмутации, а также использование особого сосуда сердца дракона. Когда наследование завершается, бывший верховный старейшина переживает перерождение, а новый верховный старейшина получает драконии черты. но что-то пошло не так и силы Даньфэна остались со мной и в то же время по какой-то причине ритуал породил и вас. Даньфэн прям как врач шарлатан который изменил рецепт. Он причинил боль себе и заставил страдать других. А я хочу использовать возможность восстановить печать древа амброзии чтобы вернуть наши воспоминания. Опа. А вот это было бы интересно. ПОЛОДИСМЕНТЫ блин ля какие уф-уф-уф ну разве это не прелесть и лучка такая тоже стоит красота странное ощущение а вот она вам не нужно ничего разрешения вы только что доказали что вы истинные верховные старейшина да 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 привезли вы что-нибудь вспомнили когда мы восстановили печать не словно на мой разом обрушилась прививка приливная вен волна я стала огромной и все чешуйчатое ущелье резонировала со мной от звука моего голоса сам от привет это было весело да не хан научи мне еще каким-нибудь штучкам а может а я еще чего-нибудь вспомнил погоди с этими слышишь кто-то приближается и кто вы такие неважно видимо кто они такие я крыло мамору нос погнали тестовый боевую кстати как бы и неплохо то вовсе блин а риска же бафает хп максимальная и плюс еще фусь лайн тоже бафает хп когда матрицу создает ну короче один блэйд очень рад всему этому а у и тестовый блэйд ой тьфу какой блэйд тестовый дэни хэн вообще меня запутали как им удалось подкрасться так бесшумно возможно они использовали облачные гимны чтобы скрыться в тумане боюсь они давно у нас здесь поджидали на зионе куколе москак нахи сон дейтан да похоже для кого-то мое присутствие стало невыносимым получается наемников прислали мудрейшие или комиссия по алхимии если их цель я зачем они напали на но я ум комиссия по алхимии тоже не стала бы мы не знаем сколько и для нашей безопасности нужно сейчас же уходить скорее кто ну это получается уходим там же блин такая прелесть вот это вот она ешечкой где ну там вот увеличивает маку максимальное хп и вот эта прелесть своей матрицей она тоже увеличивает максимум хп и в итоге два персонажа которые бафают максимум хп у нас есть блэйд который дамажит от своего хп вот что как бы очень 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 хорошо нету бы нормально нормально это дело работает когда есть блэйд а если блэйда нет то там дан там можно уже опасаться так ребят самое время нам сделать небольшой перерыв буквально пять минут и продолжим